Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Кстати, сегодня у нас деликатный разговор о мужском здоровье. Меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. Известно, что мужское здоровье более хрупкое по сравнению с женским. Однако к врачам чаще обращаются все-таки женщины. И это связано в первую очередь с стереотипом о менталитете сильного пола, из-за которого негоже им жаловаться на здоровье или какие-то проблемы. Кроме того, представители сильного пола панически боятся докторов и обращаются за врачебной помощью, когда заболевание находится чаще всего в запущенной стадии. А ведь таких распространенных проблем, как импотенция или аденома предстательной железы, можно было вполне избежать, если вовремя заняться профилактикой. Сегодня в нашей студии Михаил Марушиди, врач-уролог Самарской городской больницы номер 7. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, телезрители. И вот деликатный разговор наш будем считать открытым. Да, с удовольствием. Михаил Юрьевич, мужчины не плачут, не сомневаются, они всегда знают, как поступить, потому что с детства их так воспитывают, они мужчины. Но тем не менее у сильного нашего пола есть свои слабости, о которых они предпочитают умалчивать. И вот какие основные проблемы сильного пола в плане здоровья и, конечно же, именно мужского здоровья? Чаще всего, что беспокоит? Вы знаете, начну с самого начала, что, как вы говорите, мужчины не плачут. Нет, мужчины плачут, но плачут они внутри себя, и поэтому они боятся обратиться к врачу. А боятся обратиться почему? Потому что проблемы, которые их касаются, и о них очень тяжело заявить, открытый слух. И когда они приходят ко мне, первый вопрос, который мы задаем пациентам, мужчинам, что вас беспокоит? И чаще всего мы слышим ответ, да по сути ничего. Вот так вот. Да, когда я говорил, хорошо, а что же вас ко мне привело? И тут начинается уже такой диалог, скажем так, из которого я выступаю в роли следователя, а мой пациент, скажем, такой противящийся очень объект, который не хочет рассказать. Он и всячески направлен на то, чтобы, ну, что-то скрыть от меня. То есть итог зависит от вашей квалификации следователя? Во многом да, во многом да. Так на что же, основные жалобы наших пациентов, на что они жалуются, да? Это затруднения или задержки мочеспускания, учащенные мочеспускания в ночное время, ощущение неопорожненного мочевого пузыря, снижение потенции, ухудшение качества жизни в целом, то, что их постоянно что-то беспокоит, что-то на них давит, и вот постоянно они бегают в туалет. И по отсюда идут очень-очень много проблем. Ну, а что, скажем, я спрашиваю, а как давно вас вообще это все беспокоит, да? Ответы, вы знаете, они просто потрясающие. Это не день, это не два, это не неделя, это годы. Это годы и страдания, мучений, которые мужчины, скажем так, держат в себе, они к кому только не ходят, но не к врачу. Ну, я думаю, не так широк у них круг, но к друзьям, к гадалкам явно, и к знахарям они не ходят, поэтому... Ходят. Ходят? Ходят, и к гадалкам, и к знахарям, и к друзьям. Что получается в итоге, да? Мужчина, в первую очередь, когда он сталкивается с какой-то конкретной проблемой, он идет чаще всего куда? К своим друзьям. Да, к своим друзьям. Это друг по гаражу, это друг с работы, и один говорит, да ты знаешь, а у меня то же самое было. Я вот увидел рекламу, выпил, мне помогло. Все болеют индивидуально, каждый пациент страдает своей болезнью, и у каждого пациента она протекает, особенно для него лично. Поэтому, скажем так, усредненно говорить о том, что... Иногда бывают случаи, да, то, что друг посоветовал, что ему сказал грамотный врач, и ему действительно помогает. И попал. И попал в точку, да, ну действительно, потому что зачастую лечение, которое если он у врача его друг получил, то ему поможет, да. Но отсюда идет вторая проблема, что мужчины чаще всего, скажем так, достигают такого уже состояния заболевания, когда мы не можем помочь консервативно, и уже приходит время для оперативного лечения этих заболеваний. Вот для того, чтобы, ну хотя бы у кого-то этого не случилось, надеюсь, что сегодняшний разговор как раз-таки будет достаточно актуальным. Если у женщины возникают проблемы с женским здоровьем, она не сомневается, куда ей идти. Это настольный, можно сказать, врач, конечно же, гинеколог. И, собственно, существует масса женских консультаций, кабинетов, и проблем обратиться к такому доктору у женщины нет. Есть, наверное, какие-то центры мужского здоровья, я не знаю, но чтобы вот в каждой поликлинике был кабинет мужского здоровья, консультация мужская, такого не слышала. Куда податься все-таки мужчине, если не к другу идти? Да. Это часто обсуждается в наше время на многих международных форумах, на российских форумах обсуждается то, что действительно у нас нет как таковой службы, значит, не женской консультации, а мужской консультации. То место, куда приходит мужчина и может пройти плановое обследование, у врача-уролога получить какие-то, сдать анализы, получить какой-то совет и так далее. У нас зато есть в каждой поликлинике, практически в каждой поликлинике в Самарской есть кабинет врача-уролога, куда может обратиться пациент и получить квалифицированную помощь. Благо у нас, скажем так, Самарская школа урологии, она очень сильно помогает. У нас ежегодно оканчивают большое количество врачей-ординаторов, ординатуру по урологии и приходят работать именно в первичной зене в поликлинике. А вот ваше личное мнение назрело уже, вопрос создания мужских консультаций? Безусловно, безусловно. Как вот вообще, в принципе, проходит вот именно прием, да? Вы понимаете, прийти в поликлинику мужчине в кабинет уролога уже морально тяжело, потому что, скажем так, он приходит, он садится в очередь, да, он видит кабинет уролога перед собой, и он видит, что окружающий видит, что он там сидит. Соответственно, у него есть проблема какая-то, что может подумать другой человек, да? Второй момент, вторая проблема возникает, когда мужчина заходит ко мне в кабинет, и рядом со мной сидит медсестра на приеме. Вот, вот, хотелось спросить вас об этом как раз. Сидит медсестра на приеме. Вы знаете, ну, очень тяжело разговаривать с человеком, и я его понимаю, и, наверное, я бы тоже был в таких вот очень... Но медсестру вы, тем не менее, не удаляете с приема. Вы знаете, в последнее время мы, скажем так, для оформления какой-то первичной документации медсестра, потом я прохожу в соседнюю комнату, и там мы уже ведем осмотр и разговор наедине. Это очень сильно помогает мужчинам, тут они уже начинают как-то именно рассказывать конкретные вещи. И опять же, момент какой, что мужчины, приходя ко мне на консультацию, да, или к любому врачу-урологу, да, они не говорят ничего о себе на первом приеме. Да, общие жалобы беспокоят, учащенный позыв к мочеиспусканию, беспокоят не так давно, как-то все сумрачно, все как-то он, ну, не очень хочет об этом рассказывать. Вторая встреча, он начинает вам доверять. Третья встреча, и уже, знаете, как пирамида, как пазл складывается его общее состояние. Оказывается, что проблема идет очень давно, проблема больше и глубже, чем нам показалось, и мужчина, мужчина уже начинает доверять мне, да, скажем так, как врачу-урологу, уже идет процесс лечения гораздо лучше. Доверия очень много в нашем теле. — Михаил Юрьевич, раз уж заговорили о проблеме с системой мочеиспускания, то насколько эти проблемы на самом деле могут оказаться серьезными? Ну, собственно, ну, есть проблема. Можно же пойти посоветоваться с фармацевтом попить каких-то таблеток и... — Да, безусловно. Вы знаете, чего боятся наши пациенты все? Абсолютно все боятся одного — рак. Рак уже с экранов телевидения, из интернета, и все знают, и кто-то сказал, кто-то услышал, что будет рак обязательно, и что все вот эти вот болезни, они приводят к одному, и люди напуганы, да. И чаще всего их заставляет именно обращаться. То, что они боятся именно последствий именно онкологического характера. — Получается, хоть чем-то напуганы. — Ну, хотя бы чем-то, да. И когда они приходят, да, я не спорю, иногда бывают ситуации, когда их заболевания хронические, да, впоследствии усугубляются и приводят к тому, что будет рак действительно. Но, но, как говорится, у нас сейчас на вооружении очень много диагностических тестов. У нас очень большие возможности, да. Мы всегда можем направить человека на консультацию в другое лечебное учреждение, в Самарский онкологический диспансер, где его обследуют. Да, всевозможные исследования, опять же, в рамках системы ОМС в каждой поликлинике мужчина ежегодно старше определенного возраста, он должен проходить анализ на ПСА. Это простат, специфический антиген, индикатор раковых клеток простаты. При повышении его титра врач-уролога рекомендует ему и дает ему направление в Самарский онкологический диспансер, где дальше его будут обследовать. И с этим заключением он уже вернется к своему врачу-урологу. И там уже скажут, есть ли онкологический процесс, либо его нет. Вообще, я слышала, что с проблемой простатита мужчина сталкивается уже только после 55-60 лет. В настоящее время очень многие болезни, они молодеют, если можно так выразиться. И встретить сейчас молодого человека лет 25 с явлениями хронического простатита, мы нередко с ним встречаемся, скажем так, да. Какие же причины? Ну, это малоподвижный образ жизни. Да, это неправильное питание, экология, плюс хронические воспалительные заболевания мочевого системы, о которых даже, в принципе, они не задумываются, скажем так, что что-то где-то когда-то кольнуло, заболело, были какие-то рези при мочеиспускании, потом прошли, да, попил травки, которые посоветовали, все прошло и забыл об этом. Но эти проблемы, последствия, скажем так, они очень сильно сказываются на дальнейшем прогнозе. Вот, к примеру, да, по рекомендации Международной ассоциации урологов, да, лечение бактериальной формы простатита, а сейчас она выходит на лидирующие позиции среди заболеваний, воспалительных заболеваний предстательной железы, при бактериальной форме простатита антибиотики назначаются на 28 дней. То есть, в принципе, когда мы говорим, обычно, там, при кожных заболеваниях, там, курс антибиотик от 5 до 10 дней, 28 дней, да, 28 дней, потому что победить эти бактерии, которые находятся, их очень тяжело. Отсюда и уже дальше, 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 это как комок начинает, и мужчины, придя, допустим, если он начал страдать от каких-то явлений простатита в 25 лет, да, то к 30 годам он приходит очень сильно подавленным человеком, с кучей проблем, и очень часто вообще, в принципе, семья распадаются из-за вот этих вот явлений. Наступает бесплодие, наступает импотенция, и отсюда очень много проблем. То есть, вы хотите, про подавленность, вы хотите сказать, что даже, может быть, по психотипу можно как-то предположить о наличии такого заболевания у мужчины? Вы знаете, предположить по психотипу довольно-таки тяжело. Я, конечно, не специалист в области психиатрии, да. Ну, по крайней мере, вы уже следователь, вы признались. Да, но, по крайней мере, по крайней мере, когда ко мне приходит мужчина, да, с явлениями, как принято говорить в литературе, хронической тазовой боли, да, человек, который живет с этой болью довольно-таки долгой промежуток времени, его видно. Это подавленный человек, да, зацикленный на своем заболевании. Это человек, который уже прошел, скажем так, очень много инстанций. Он был у всех специалистов, да, он прошел кучу исследований, он взял различные анализы, но он забыл сделать одно, он забыл обратиться к врачу-урологу. Он начинает заниматься самолечением, он начинает ездить к знахарям, он начинает лечиться народным методом, он заходит в интернет, и в интернете куча различной информации, абсолютно. Ему все советуют, ему все дают советы и так далее. Но очень хорошо давать совет, когда ты не страдаешь. И вот впоследствии, впоследствии, когда он уже приходит на позднем этапе к нам, мы пытаемся ему помочь, да, и они, очень многие пациенты ждут чего? Молниеносного эффекта. Что вот сейчас, вот сейчас все произойдет. То есть пять лет, семь, были проблемы, а сейчас все выводится. Да, конечно, а сейчас все должно стать хорошо. Вот вы, пожалуйста, назначите мне одну чудодейственную таблетку. Я бы и рад. Я бы сам хотел ее найти и назначить. Но, к сожалению, такого не бывает. Это комплексный подход, и мы занимаемся очень долго и ступенчато, скажем, относительно других заболеваний, возможно, мы занимаемся лечением этой проблемы. Да ну что вы, Михаил Юрьевич, я вам сейчас открою секрет. Включите телевизор, идет реклама почти в каждом фильме. Мужчина бегает в туалет. Не буду сейчас нарушать закон рекламы и называть лекарства, но, собственно, вот, пожалуйста, таблетки известны, можно купить. Я, когда ко мне приходит пациент, он приходит со своей мобильной аптечкой. Он достает ее, да, он достает ее и говорит то, что... Итак, я принимаю это лекарство, это лекарство и это лекарство. А что же вы можете мне предложить? То есть бывает и так серьезно? А действительно, а что же я могу предложить, если вы уже все знаете, как вы считаете, да? Но на самом деле нет. Сейчас, да, не будем нарушать законы рекламы, очень много биологически активных добавок. И среди биологически активных добавок есть те, которые помогают, есть те, которые не помогают. И все-таки лучше обратиться к специалисту. Мы, специалисты в области здравоохранения, мы привыкли ссылаться на что? На именно исследования, проведенные в этой области. То есть двойные, слепые, рандомизированные исследования, которые проходили многоцентровые, в крупных госпиталях, крупных клиниках, зарубежных. И где есть действительно доказанный эффект от лечения. Мы ориентируемся на них и назначаем уже пациентов. Мы не враги нашим пациентам. Мы хотим им помочь. Вы совершенно справедливо сказали, что мужчина боится прийти и рассказать. Вопросы интимные, сложно преодолеть себя, преодолеть психологический барьер. Ну вот он пришел и рассказал. Ну дальше же следующий этап обследования. Я думаю, что этого мужчина боится не меньше, а возможно еще больше. И несмотря на то, что вы сказали, что удаляется медсестра из кабинета, это происходит в соседней комнате. Тем не менее, здесь же, наверное, еще вопросы болезненности. Опять-таки интимности стоит. Вот как проходит обследование? Вы знаете, дорогие мужчины, когда вы приходите к врачу-урологу, не надо бояться того, что он сделает вам больно. Он не будет никогда никакие железки вас втыкать, да, как это грубо не звучало, все прочее. Не бить вас, не дергать, ничего прочего. Врач будет вас осматривать. Врач будет осматривать и назначать вам дальнейшие исследования. Это могут быть УЗИ, это могут быть рентген исследования, это может быть компьютерная томография, сдать какие-то анализы и так далее. Но бояться этого не надо. Ни страшного на приеме у врача-уролога ничего не происходит. Врач-уролог, скажем так, в любом случае перед тем, как приступить к какому-то исследованию, он о нем рассказывает. Он говорит, что сейчас мы должны с вами пройти такую-то процедуру. Берет согласие на эту процедуру. Поверьте, из тех мужчин, которые приходили ко мне за последнее время, мне не было ни одного отказа от исследования. Да, были удивления. Ну, а вариантов нет уже пришел. А вариантов нет никаких. Пришел, как я говорю, да, пришел, будь добр. Поэтому дальше, дальше, чтобы, скажем так, у нас была полная картина заболевания, нужно немножко где-то себя ужать, где-то потратить время, где-то, может быть, посидеть в очередь, где-то подождать, пока по направлению пришел, допустим, на какое-то исследование. Например, вот у меня яркий пример. У меня был недавно пациент, который пришел ко мне в возраст 56 лет. Спортсмен, бывший спортсмен, боксер, очень такой видный мужчина. Вы знаете, привела его за руку супруга. Такое бывает? Такое бывает. Причем это выглядело примерно так, что открылась дверь, вперед зашла супруга, присела, следом зашел супруг. И встал в уголке. Примерно да. Он всего стеснял вас. Сначала рассказал супруга, да, я допускаю родственников, жен на консультацию. Но только на момент начальных жалоб, да. Она рассказала, что ее беспокоит в его здоровье. И дальше я попросил ее удалиться. Дальше мы остались с ним. И тут он уже начал предъявлять свои жалобы. Вы знаете, скажем так, по стандартам мы обследовали его, и был выявлен повышенный титр вот этих вот анализа ПСА, да, простатспецифический антиген. Больной был направлен в онкологический диспансер, где у него был выявлен рак простаты на ранней стадии. Больной был прооперирован, успешно прооперирован. И вот все абсолютно хорошо. Качество жизни. Наверняка жена была инициатором, и получается, что она его и спасла. Да. Во многом так и есть. Во многом так и есть. Мужчины приходят на прием к урологу, им проще всегда заручиться какой-то поддержкой. Вы знаете, ну, скажем так, скажем, есть мужчины, которые приходят ко мне, иногда подкрепившись немножечко рюмочкой. Вот. Почему они просто боятся? Они напуганы. То есть вы к этому с пониманием, получается, относитесь? Я не призываю сейчас никому следовать. Нет, конечно. Такому примеру следовать не надо. Тем более, что при заболеваниях, которые мужчины обращаются к урологу, им вообще алкоголь... Вообще нельзя. Да. Очень противопоказан, скажем так, во многом, да. Но если он решился прийти на консультацию, уже, как говорится, честь и хвала, и дальше мы будем разговаривать. Естественно, что мы не будем выгонять приема, ну, если он только не в стадии крайнего алкогольного опьянения. Михаил Юрьевич, какие все-таки варианты лечения существуют? Вы говорите, что не всегда можно помочь лекарственными препаратами. Да, безусловно, сейчас есть ситуации, когда уже лекарства не помогают. Когда уже запущенный процесс, да, когда, допустим, аденома пристательной железы уже достигла значимых объемов. Либо же симптом нижних мочевых путей не дает покоя и лечение не помогает, мы предлагаем пациентам оперативное лечение. Либо у них развился, допустим, образовался камень в мочевом пузыре за счет хронической задержки мочи. Потому что моча полностью не может выйти из мочевого пузыря. Что же мы можем предложить нашим пациентам? Вы знаете, на данном этапе наши возможности очень большие. Это не значит, что мы делаем операцию большим разрезом, да, калечищем каким-либо. Сейчас в нашем, скажем так, багаже у нас есть операции через уретру, да, трансуретеральные операции, когда делают именно без каких-либо разрезов, да. То есть мы заходим камерой, и все у нас перед глазами, и наши пациенты, даже если мы используем анестезию, они могут видеть даже то, что происходит на... Местную используют? Нет, это, скажем так, спинальная анестезия, и пациент даже может наблюдать заходную операцию. Ну, некоторые мужчины интересуются, конечно, да, и никаких разрезов. Период восстановления крайне короткий. Мужчины, скажем так, средний срок пребывания на койке, 7 койка дней, допустим, да, выходит, и у него нет этой проблемы больше. В арсенале врача-уролога сейчас очень много возможностей для оперативного лечения, используя самые малоинвазивные методики. Мне кажется, что один из самых сильных страхов для любого мужчины – это страх нарушения эректильной функции. Вы уролог, не маг, не чародей, не сексопатолог. Есть ли смысл обращаться к урологу с этой проблемой? Значит, скажем так, сейчас на данном этапе есть такое направление, которое почему-то во многих лечебных учреждениях отделяется от урологии – андрология. Хотя, в принципе, врач-уролог – это в том числе и врач-андролог. Может ли врач-уролог помочь с данной патологией? Конечно, может. Конечно, может. И опять же, многие проблемы именно с эректильной дисфункцией, да, они возникают вследствие вот этих хронических воспалительных заболеваний в предстоятельной железе. Если, скажем так, мужчина пришел, да, обратился к доктору, доктор ему поможет, он скажет, что нужно сделать надо, какие исследования пройти. Понимаете, без исследований вспомогательных мы не можем назначить чудодейственную таблеточку, да, которая у нас на каждом заборе рекламирует, да. Звоните, покупайте, поможет. Поможет, действительно поможет. Она поможет раз, она поможет два. И когда приходят пациенты, допустим, ко мне, они тратили на эти чудодейственные таблетки очень большие. Но это не дешевые средства, да. Это очень не дешевые средства, да. Это, они тратят большие деньги. И когда я им говорю, что сейчас вы попьете такое лекарство, да, и пройдете такую-то процедуру, и вам станет лучше. Они идут в аптеку и понимают, что вот тут им надо было раньше думать об этом. Вы знаете, ко мне на днях обратился пациент, который прожил со своей супругой 40 лет. И у него наступила эректильная дисфункция. И супруга от него ушла. Как он? Он пришел именно с этой жалобой. Он говорит, я не могу, меня это очень сильно беспокоит. Когда мы начали выяснять, как давно это все. Это очень давние проблемы, да. Проблемы с патентом начались очень давно. Почему раньше не обращался? Времени нет, работа. Насколько часто обращаются и не обращаются мужчины? То есть, насколько это является острым вопросом на сегодня? Это очень острый вопрос. Очень острый вопрос. Мужчины, скажем так, они обращаются в тех случаях, когда уже беспокоят так, что не в моготу. Уже не в моготу. Вы знаете, когда-то я начинал прием, я помимо того, что я работаю в стационаре, я принимаю в поликлинике. В обычной поликлинике, в системе УМС, да. Когда я начал прием в поликлинике, многие мужчины, которые приходили ко мне, они вообще в принципе не знали врач-уролога. Они путали врач-уролог, и проктолог, и невролог, и так далее, и тому подобное. Сейчас, сейчас, да, мы ведем такую работу, скажем так, стараемся, я стараюсь сейчас своих пациентов, да, мы открываем базу населения, которое прикреплено к нам, и мы стараемся их вызывать старше определенного возраста. Мы стараемся их вызывать к нам на консультацию. То есть, либо звоним, да, либо, когда врач-терапевт, либо медсестра ставит в известность его, чтобы он пришел на консультацию к врачу-урологу. То есть, спасение утопающего – дело рок-спасателей. Да, да. Не утопающих. Ну, Михаил Юрьевич, спасибо большое. Я надеюсь, что мужчины услышали, что лучший друг мужчины – это уролог. Я надеюсь. И что действительно не стоит пренебрегать визитом в этот кабинет. Мужское здоровье зависит от многих факторов, как мы только что выяснили. Но все они служат, скорее, удобным самооправданием для тех, кто никогда особо не заботился о себе. Нужно ухаживать за собой, в противном случае за тобой будут ухаживать другие. Это сказал кто-то из великих. Не забывайте находить время для своего здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова